Гвардии старший лейтенант Владислав Луконин стал одним из первых ульяновцев, погибших в ходе специальной военной операции. Произошло это 7 марта. Несмотря на то, что с момента гибели Влада прошло уже 9 месяцев, говорить о нем в прошедшем времени друзьям и родственникам очень сложно. Особенно здесь, в Ульяновской гимназии 24, где он учился, где его любят и помнят. Мне запомнилось то, что он всегда умел слушать. Слушать внимательно учителя на уроке. Слушать директора, когда были какие-то воспитательные моменты и приходилось говорить. Владислав в первый свой военный отпуск курсантам, в первый же день приезда в город Ульяновск пришел ко мне. Мы долго очень говорили. И что запомнилось, и что бывает действительно не настолько часто, он искренне сказал спасибо. Это дорогого стоит. Многие из тех, кто пришел на памятную линейку, говоря о Владиславе Луконине, не могли сдержать слез. Среди них и одноклассники Влада, и его классный руководитель. Самый добрый человек, которого я знаю, это Влад. Я всегда так про него буду говорить. Самый радушный человек, самый помнящий человек. Он мне всегда звонил, находясь в Сирии, наверное, на день рождения. Поздравлять для него это был долг, обязанность. Он так считал. Мы дружили, мы были близки. Мы всегда общались, даже несмотря на то, что после школы жили на два города. В 2010 году я пришла в их класс, и 5 октября, на мой день рождения, они мне подарили фильм. Первый из всех фильмов, который я получила от этого класса. Когда они уходили в 2014 году, они тоже сняли фильм, и все учителя плакали от того, что вот этот удивительный класс уходит. Среди тех, кто пришел в родную школу Влада на день героев Отечества, были и родственники отважного десантника, его вдова, младшая сестра, крестный Владислава. Грустно, что его нет. И приятно, что дети будут видеть, дети будут стремиться хоть чуть-чуть, но быть похожими на этих ребят. И не только сейчас за крестника, а за всех ребят, кто действительно сложили во благо Родины свои головы. Головы. Это тяжелые для страны времена. Это тяжелые для нас времена. И очень хорошо, что происходят такие мероприятия. Да, нам тяжело, но это правильно. Я считаю, это правильно. В рамках федерального проекта в школе, где учился гвардии старший лейтенант Луконин, открыта парта героя. Она будет установлена в одном из классов гимназии. Учиться за ней станут ребята, отличившиеся в учебе, спорте и общественной жизни. Однако мероприятия по увековечиванию памяти наших земляков, героев спецоперации, конечно, не ограничиваются ни одним днем, ни каким-то специальным проектом. Сегодня, в День Героев России, мы, безусловно, отдаем дань памяти всем погибшим за Родину. И, безусловно, СВО и те ребята, которые буквально вчера учились в школах, их ни в коем случае нельзя забывать. Более того, абсолютное большинство из них – это действительно герои, сегодняшние герои сегодняшнего времени. И крайне важно, чтобы региональная власть, и мы этим занимаемся в каждой школе, в каждом населенном пункте, сделала по максимуму, чтобы память о ребятах, об их подвигах и определенные этапы их воспитания и взросления, чтобы они не были забыты. В этой гимназии, как и в других гимназиях в Ульяновской области, безусловно, небольшие музеи, парты памяти, доски, которые устанавливаются на фасадах школ и других учебных заведений – это как раз дань и уважения, и почести к тем ребятам, которые сегодня, к сожалению, отдали свою жизнь за Родину. Мы эту работу будем продолжать, будем это все делать в виде небольших фильмов, наверное, в виде другой работы, которая в рамках уроки о важном, который проходит в школах других исторических часах, будет в школах, в высших учебных заведениях, в трудовых коллективах продолжаться. Страна должна создать своих героев. По словам Василия Гвоздева, также рассматривается вопрос создания специальной стелы с именами наших земляков, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом в ходе спецоперации на Украине. Эта работа может получить конкретное воплощение уже в грядущем 2023 году. Владимир Коршунов, Марат Мегдиев. Специально для Улправда ТВ.